600 километров пути по бездорожью и практически без связи. Речь идет о дороге, соединяющей Мирный с отдаленными северными населенными пунктами района. Покрышки колес не выдерживают, говорят водители, технологического транспорта и автолюбители. Как привести дорожное полотно в нужное состояние и что делается в настоящее время дорожниками, чтобы улучшить проезжую часть, узнавали наши коллеги. Трасса Мирный удачный путь в 600 километров в время, в пути от 7 до 10-12 часов. В весенне-осенний период двухстороннее движение местами превращается практически в одностороннее. Дорога, конечно, не так уж хорошая дорога. После дождей, после снега уже разбиты дороги. Особенно сейчас Ленск Мирный очень плохая, можно сказать. Дорога, конечно, требованиям не соответствует. По долгу службы тоже приходится иногда ездить в Мирный. И могу сказать, что еще ни одного раза я не получила удовольствия именно от поездки. Ситуация повторяется ежегодно, а ведь это единственный проезд до Мирного Ренска. И зачастую из-за отсутствия авиарейсов добраться туда из приполярного города можно только на автотранспорте. Мы обратились в Удачинский участок Мирненского управления автодорог. И оказалось, вся трасса поделена на четыре участка. Мирненский, Чернышевский, Маркокинский и Удачинский. А может, все же проблема, как в той басне про лебедя, рака и щуку? Или все же причина наличия местами непроходимой узкоколейки не в этом? В зависимости от погоды. Тоже протяженность большая. То ушли в один край, сделали одну дорогу, второй край уже разбили. Соответственно, техника возвращается оттуда, в этот край. Делает тут, там разбивает дорогу. Дорога в основном разбивается, когда идет снег. Действительно, мы предполагаем, природа располагает. Но как решить эту проблему? Ответ один. Необходим капитальный ремонт дорожного полотна, который уже не проводился 11 лет. А денег нет. Для дальнейшей эксплуатации этой дороги нужен, конечно, капитальный ремонт этой дороги. Потому что с годами уже, соответственно, дорога приходит в истощение. Летом пылью вылетает. Все вот это. И дорожного полотна уже, как дорожной одежды, нет. Соответственно. Уже все основание дороги вылезло. Вот эти камни. Ее надо по-хорошему уже отсыпать. Приводить ее в порядок. По-новому. Хочется надеяться, что власти повернутся лицом к этой проблеме. Ну а пока ремонтно-дорожные службы делают все необходимое, чтобы поддерживать проезжую часть в рабочем состоянии. Продолжение следует.